Культ, 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 культаход. А вот и долгожданный культ-поход на 101.0, 12 часов и 5 минут в Кирове. Долгожданный, надеюсь, и для вас, слушателей, и для нас, конечно, для ведущих. Ведущие традиционно это Светлана Дождевых. Добрый день, Светлана. И Владимир Сметанин. Добрый день, Владимир. Вот мы, к сожалению, не услышали сейчас звуки, настройки гитары, потому что, видимо, наш гость, музыкант, лидер группы «Эльтанго» Николай Донецкий уже приготовился. Все настроено, все хорошо. Вот смотрю сейчас на Николая и думаю, блин, годы идут, борода растет. Нет-нет, Николай не меняется. Добрый день, друзья. Добрый день. Рады Николая приветствовать в нашей студии. Мы тут недавно со Светланой беседовали. Чего-то у нас не хватает музыки в культпоходах, и вот мы наконец-то сегодня исправим немножечко эту ситуацию. Естественно, поговорим о тех проектах, о тех мероприятиях, которые с участием Николая и его коллег по «Эльтанго» состоятся, в том числе и в нашем городе. Ну и, естественно, будем вопросы задавать нашим слушателям, да? Да, что-нибудь придумаем. Да, вопросы зададим, но это ближе уже к середине часа, вернее, после середины часа, после 12.30. Сразу же напоминаю номер нашего прямого эфира, 211-101. Вопрос прозвучит, звоните, отвечайте, выбирайте тот приз, который вам больше всего по душе. Ну и напоминаю традиционно о том, что слушать нас можно не только посредством радиоприемника на 101.0, но также прямая аудио-видеотрансляция идет в телеграм-канале нашей радиостанции, на нашем ютуб-канале, на сайте, да, на сайте «Сказал». И в группе ВКонтакте еще, да, точно. Вот много везде площадок, заходите туда, куда вам будет удобно. Как настроение? Настроение прекрасное. Прекрасное. Для музыкантов, для людей творческих свойственно, вот тоже, вот, вот, январь такой месяц, ну, такой тихий, спокойный, полусонный. Хотя, судя по вашим соцсетям и по группе ВКонтакте, группа «Эльтанго», вы выступали, музицировали, все хорошо было в январе. Ну, январь такой относительно расслабленный все-таки месяц, но, по крайней мере, для меня, я всегда стараюсь в январе не делать какого-то громадного количества, там, безумных мероприятий. Вот, февраль, да, февраль, март, апрель, они более насыщенные, но в январе, конечно, мы играли концерты, куда же без них. — Я тут с удовольствием почитал отчет о заседании Вятского интеллектуального клуба, где обсуждалась тема джаза, там, язык мне особенно понравился, которым, собственно, лектор излагал свое видение на джаз. Прям я какой-то марксистско-ленинский учебник прям прочитал, я не знаю, такие ассоциации у меня возникли. Как мероприятие? — На самом деле, довольно интересная лекция была, я, правда, был только на второй части, и потом на обсуждении этой лекции мы и согласились с чем-то, с чем-то поспорили. Да, действительно, это очень хорошо, что все-таки джаз популяризируется, и что кто-то ведет работу по, как это называется? — Ну, созданию некой теоретической базы, наверное, какой-то. — Философской теоретической базы. — Да, я смотрю, что и вы тоже перешли уже от, ну, только исполнения джаза к каким-то рассказам, видела, что есть лекция, концерт. — Да, совершенно верно. — Был, да? — Нет, будет. — Или будет даже еще, да? — В эту субботу, да, в 18 часов в книжном клубе 12, приходите на мою лекцию, концерт. — То есть завтра уже? — Да, уже завтра. — 4 февраля. — Стереотипы о джазе. Да, возрастное ограничение. — 16 плюс, 16 плюс, да. — Так что буду рад видеть вас, поиграю музыку, расскажу, развею самые странные и самые знаменитые слухи и стереотипы о джазе. — Может быть, нам чуть-чуть, да, такой маленький. — Ну, например, с чем у вас, друзья, ассоциируется джаз? — Джаз... — Первое, не думайте. — С трубой. — Свобода, импровизация, полет, вот какие-то такие. — Такой ряд приходит. — С трубой очень хорошо. — С трубой. — И этот, импровизация и полет, это очень хорошо. — Полет, полет, да. — У большинства людей джаз ассоциируется с прекрасной черной певицей и, конечно же, с саксофоном. — Ну, то есть, персонификация идет, да, с конкретным человеком? — Ну да, то есть, если на сцене нет темнокожей певицы и саксофониста, значит, это уже что-то не то, наверное. — Да, я думала об этом сказать. — Вот, но вот это первая ассоциация, которая приходит. — Нет, я согласна с этим. — Совершенно не так. Это самое распространенное, то есть, во-первых, главным инструментом джаза является отнюдь не саксофон, а все же труба, вот, а исторически это даже корнет. — Корнет? — Да, корнет. — С его таким гнусовеньким, да, тембром? — Слегка. — Да, слегка таким. — Если мы говорим про историческую перспективу, то есть ранние истоки джаза, вот, и джаз далеко-далеко не всегда — это вокальная музыка. Конечно, это в большей степени инструментальная музыка, и задумывался, он начинался как инструментальная музыка, ну, как, откристаллизовывался как инструментальная музыка, в первую очередь. Ну, вот такие какие-то маленькие факты с погружением в историю, с погружением в понимание процесса, как это все происходило, как это все складывалось, вот, это и будет на лекции, плюс, конечно же, музыка, слайды. — А музыка, она будет, видимо, иллюстрировать какие-то, да, слова? — Музыка в моем исполнении будет создавать настроение, чтобы было понятно, о чем мы говорим, все-таки. — Музыка без вокала? — Без вокала. — В рамках этих лекций, да? — Только гитара. — То есть исполнение под гитару? — Да. — Лекции ведь уже были такие, да, недалеко? — Да, я уже довольно давно провожу лекции, ориентировочно раз в месяц я их делаю, ну, или иногда раз в два месяца, вот, разные темы. — Что за люди приходят? Пользуются ли популярностью? — Ой, абсолютно разные люди приходят. — Диалог ли возникает потом? — Обязательно. — Задать ли вопросы, да? — Много ли поклонников жаза в нашем городе? — Значительно больше, чем в других городах. Это правда, потому что с конца 90-х годов, с начала 2000-х, в нашем городе сложилась какая-то невероятная атмосфера по возникновению... — Ну, во-первых, появился джаз-клуб первый, и возникла та вот атмосфера, когда появлялись и вырастали в этом городе джазовые музыканты, которые, многие из них потом уезжали в другие города, в столицы, и сейчас они одни из лучших джазовых музыкантов нашей страны, вот. — Ну, всё это началось как раз в 2000-м году, и публика начала постепенно понимать, что такое джаз, что это не только темнокожая певица и саксофон, но это ещё и всё что угодно другое, вот. — Как-то темнокожая певица, нетолерантно как-то очень. — Да, я поэтому не стала это произносить. — Почему? Это как раз толерантно. — Джаз, он не имеет ни расы, ни пола, ни возраста, на мой взгляд, да. — Абсолютно согласен. — Конечно, да. — Абсолютно согласен. — Ну, да, ещё, кстати, эта певица должна быть обязательно такая, big mama. — А, ну да, в форме такой, да, с такими мощными формами. — Да, конечно, вот, так что много людей слушает джаз, вот это правда. — Вот чтобы придать джазу такую близкость, да, дать понять, что это не что-то такое, там, за 3-9 земель, это очень близко к нам, ко всем. Вот я, например, уверен, что, ну, практически любую, наверное, современную композицию, в том числе из популярной музыки, можно превратить в джазовую композицию. Вот я в этом уверен. — Вообще всё, что угодно в джаз можно превратить. — Да, да. — Всё-таки у джаза есть свои алгоритмы, свои концепции, свои теории. — То есть как любой текст, практически любой текст можно перевести на какой-либо язык, так и любую музыкальную композицию можно перевести на язык джаза, потому что это абсолютно отдельный язык, отдельные какие-то приёмы, техники, правильно ты сказал? — В общем, без проблем, да. — Да, без проблем, да. Давайте будем говорить о тех мероприятиях, которые случатся с участием группы «Эльтанга» в ближайшее время. — И случились. — И случились уже. Ну, ни для кого не секрет, давайте с этого начнём. Ни для кого не секрет, на странице в социальных сетях у Николая, у группы «Эльтанга» размещена уже эта информация. Суть идёт, речь идёт о том, что ещё в начале декабря, да, в начале декабря состоялась очередная запись очередной программы «Квартирнику Маргулиса», и в гости к Евгению Шулимовичу, в том числе и съездил Николай Донецкий. Ну, не только Николай Донецкий. — И группы «Эльтанга», даже в расширенном составе. — И всё это можно будет увидеть, парам-папам. — В эту субботу в эфире НТВ программа «Квартирнику Маргулиса». Он будет посвящён участникам Академии современной музыки, точнее, учащимся Академии современной музыки Ольги Кормохиной и Алексея Белова, знаменитых наших рокеров. Вот. И нам посчастливилось, благодаря нашей прекрасной солистке Алене, нам посчастливилось попасть в эту тусовку. Алена просто подала заявку на конкурс авторских песен. То есть у нас есть, так как Алена является соавтором некоторых песен из «Танго», Алена мне позвонила, говорит, ну, слушай, давай я вроде подам, что будем посылать. Я говорю, ну, конечно, тебе идёт этот дождь. Мы послали... — Я поясню, это одна из самых известных композиций группы «Эльтанга». И в нашей студии вы её исполняли, по-моему, даже неоднократно. — Неоднократно, да, да. — Вот. И Алена отправила заявку. Всего было подано около 700 заявок. Вот. Ну, как говорил Алексей Белов, что вроде 770, если я не ошибаюсь. Все они были отслушаны, и мы попали в тридцатку. — В топ-30? — Да, в топ-30 попали, чему я был несказанно рад. И потом, ну, как-то тихонечко забылось, и Алена, значит, я как раз готовился уехать в тёплые края, то есть у меня было свадебное путешествие, и Алена сказала, ну, вот, нас выбрали в числе 17 участников концерта в ДК Горбунова, «Легендарная горбушка», где проходили там самые знаковые мероприятия рок-музыки, да. И единогласно было решение принято, что мы, конечно же, едем туда. Меня подменил прекрасный гитарист Дмитрий Кирюковских, вот, и так же с нами... — То есть свадебное путешествие-то состоялось всё-таки? — Конечно, да. Там уже нельзя было что-то поменять, слава богу. И после этого концерта большого мы получили в один прекрасный момент приглашение на новый эфир, на новый какой-то проект. И когда мы узнали, что это квартирник у Баргулиса, ну, то есть для меня, например, как для музыканта, это такой определённый знак качества телепрограммы, что, ну, прям супер просто, супер-супер. Мы, не думая ни минуты, наверное, ну, я не думал ни минуты, я сказал, да, конечно, мы едем. И вот мы оказались в один прекрасный день там, на студии у Евгения Швилимовича, в павильоне в этом прекрасном, с невероятно профессиональной командой сотрудников. И начиная от просто встречающих тебя людей, заканчивая режиссёрами, операторами, и сам, конечно, Евгения Швилимович. — Техническими сотрудниками. — Это просто космос. — Это просто космос. Я вот, честно, я никогда не участвовал в записи и, ну, вообще в таких проектах. Я был просто восхищён работой. — Скажите честно, может быть, там где-то вне эфира какие-то были сказаны вам добрые слова? — Да, они даже были в эфире сказаны. То есть на записи были сказаны, я не знаю, попадёт, мы ждём, попадёт это или не попадёт. — Да, потому что, может, и не попадёт. — Анонс, анонс, кстати, минутный анонс телеканал НТВ уже разместил. Везде, в социальных сетях, вот я тоже посмотрел, я всё ждал, когда увижу лицо Николая. Не увидел, в анонс не попали. — Ну, конечно, в анонсе нет. — Да, в анонс не попали. Эфир завтра будет на НТВ, без пяти полночь начнётся передача. Возрастное ограничение, квартир Николая Маргулиса 16+. Вот да, ты уже сказал о том, что с технической точки зрения всё прям супер-великолепно. Тоже хотел, не мог об этом не спросить. Для музыканта ведь очень важно, техническая сторона, удобство подключения, выхода и так далее. Всё понравилось, всё устроило. Просто идеально. То есть мы чувствовали себя суперзвёздами. Это действительно было невероятное ощущение. — Качество звука. Все себя слышат друг друга, всё нормально. — Выше всяческих похвал. Но там просто реально, там такая команда звукорежиссёров и техников работает, что просто тебе стоит только бросить взгляд, и сразу же рядом человек, который тебе всё подаст, всё подключит, там что-то. То есть, ну, это очень хорошо. Вот, и на эфире очень смешная такая, я правда не знаю, можно, ну, наверное, можно говорить. Была такая словесная у нас беседа небольшая с Евгением Шелимовичем. Он говорит, ну, слушай, удивили, удивили. Вроде я, ну, мы же называемся Эль Танго, и для всех сразу такая отсылка к творчеству Пьецолы, что это не лонго, там, танго, все. — То есть сейчас что-нибудь будет такое, да? — Да-да-да, он говорит. — Что заставит танцевать, по-моему, собственно, танго, да? — Очень, он говорит, не хотелось именно этого, и вы прямо вот сделали как надо. То есть вы сыграли не танго, а свою авторскую музыку. И, ну, в общем, похвалил нас. Вот. Так что мы молодцы. — Мы играли-то композицию тоже? — Да, мы играли «Тебе идет этот дождь». — «Тебе идет этот дождь». Она же достаточно мягкая. — Ну, да. — Я посмотрел анонс, там группы задействованы, по крайней мере, в анонсе, они такой, тяжелять ему достаточно играют. А вы как-то вот, наверное, свои... — Там не все было тяжелять, но далеко не все, да. Там была и поп-музыка, там была и такая рок-этника, там был такой классический рок русский, вот. И, ну, была, конечно, сама Кармухина с Беловым, они просто легенды, я не знаю, как их можно еще назвать. Это сверхзвезды, сверхяркие, вот. Это правда, это по энергетике даже чувствуется, что просто... — Может быть, какие-то последствия будут этого выступления? Будут положительные, может быть, у песни или у вас, как у команды, может быть, поступили какие-то... — Дальнейшее сотрудничество, еще какие-то эфиры, концерты. — Да, мы беседовали уже по поводу этого, и с Ольгой, и с продюсерами. Вот, пока, разумеется, мы ждем выхода программы, и я уверен, что это, ну, как минимум в нашем портфолио, это будет очень важный знаковый момент, потому что, ну, далеко не каждому, особенно джазовому артисту, который пишет именно авторскую музыку, доводится побывать на федеральном канале, тем более в такой программе. То есть это, ну, такая редкость, что ли. Вот для нас это очень важно и приятно. — Вас представили как коллектив из города Кирова. Мне вот интересно, прозвучал наш город, да? — Да, конечно, конечно. — Мне очень важно, хочется, чтобы к нам приезжали, да, и знали, что в Кирове есть джаз. — Шулимыч подпевал, он же любит это делать в своей неповторимой манере. — Он постукивал по микрофону. — А, ну да, да. — И слегка покачивался. — Да, я за квартирником у Маргулица, да, конечно же, слежу периодически. Очень удобно, эфир-то будет, да, но важно же подчеркнуть, потом по сети это все распространяется, все эти программы на популярных видеоплощадках, можно это все потом найти и пересмотреть, и переслушать. Ну что ж, еще раз повторюсь, завтра на НТВ. Команда, ой, простите, программа «Квартирник» у Маргулица в 23.55 с участием группы «Эль Танго». Обратите внимание, 16 плюс возрастное ограничение данного проекта. Ну, теперь перенесемся в Киров. Уже сегодня вечером застрим внимание на концерте одного... — Ура! Мы ждали этого концерта. Книжный клуб «12» — это все-таки в большей степени арт-площадка, и мы не только джаз там, конечно же, культивируем, и молодых исполнителей. И сегодня у нас выступит музыкант из Швеции, композитор. Удивительно, не знаю пока еще, как он добрался, только что с ним виделся. — У меня тоже первый вопрос, как добрался, кто его... — Мы уже обсуждали, но перед началом программы. — Да, но доехал хорошо, все нормально, сидит, кушает, готовится к концерту. Этого человека зовут Адам Эвальд. Три года назад он уже выступал в Кирове. И это совершенно потрясающий инди-исполнитель с мягкой такой... Не знаю у меня слово. Мягкая, струящаяся музыка у него. То есть он, в принципе, очень известен. Участвовал в многих интернет-проектах. Ну, вообще, концертирующий такой музыкант. — В анонсе сказано, что Адама, его музыку называют дозой, обнадеживающей меланхолии. — Совершенно правильно. Да, но знаете, есть музыка, от которой... — Меланхолия, но обнадеживающая. Такая светлая грусть. Да, такая светлая грусть. Так. — Вот, так что... — Нам звукорежиссер подсказывает, что у нас коллега Алена Кошкина, собственно, вокалистка, да, группа «Эль-Танго» у нас присоединяется. Мы сейчас вообще будем о другом проекте разговаривать. — Да, мы сейчас будем разговаривать о проекте, в котором участвует Алена. Это всероссийский конкурс «Новая звезда», вокальный конкурс «Новая звезда». Так что, надеюсь, Алена нам сможет сейчас рассказать что-то. — К Адаму Эвальду чуть позже вернемся. Ну, потому что вот у нас сейчас такое телефонное включение, да, получилось сделать. Алена, добрый день. — Привет. — Да, добрый день. Приветствуем в прямом эфире. Мы знаем, что сейчас в дороге, но нам бы хотелось от первого лица, как говорится, услышать об участии во всероссийском конкурсе «Новая звезда». Что это, когда это, как можно за этим следить, насколько это все значимо. У нас буквально три минутки есть, чтобы пообщаться. — Да, я попала в проект «Новая звезда», только теперь называется «Просто звезда», потому что решили, что мы и так уже очень классные все и переименовали нас. Вот. Ну, что вам хотелось бы узнать? — Это всероссийский проект. Кто его организует? — Конечно, да. Всероссийский вокальный проект представляет каждую область, каждый регион одного участника. — Ух ты. — И уже состоится, да, там. — А вы, Алена, как самовыдвиженец, или это было решение нашей... — Нет, я подавала заявки, ссылала видео. — То есть был конкурс, был кастинг? — Да, конкурс, да. — Так. — Было принято решение, что я прошла. — Замечательно. Где это все будет происходить? Это будет запись, программа? — Да. — Да, это будет телеканал «Везда», эфир начнутся в апреле. — Ага, ага. Кстати, по-моему, видела анонс, да, как раз этого проекта. Угу. Что придется делать в рамках этого проекта, телепроекта? Сколько песен исполнять? Какие песни будете исполнять? — К сожалению, этого я не могу сказать, потому что у меня не разглашение немножко информации, но... Поэтому переформулируйте свой вопрос. — Хорошо, понял. В общем, видимо, у конкурса, как, наверное, у многих конкурсов, будут некие этапы, да? Будет отбор. — Да, 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 конечно. — Будет полуфинал, финал, финал, будут выходить самые лучшие и так далее. — Да, именно так. Чтобы участник региона попал в финал, нужно на него голосовать. — О, призываем, да. — Призываем голосовать. — Да, ждем апреля и голосуем за Алену. — Это как на Евровидении, когда там что-то посвящено? — Да, да, да. Что-то типа такого. — Вот, самое главное, Алену, надо было с этого начинать. Мы обязательно будем вас поддерживать. — Если участник, то нужно, да, проголосовать смс-ками или каким-то другим способом. Пока, не знаю, так, информации еще нет. — В общем, надо следить подробно за анонсами, да, на самом телеканале «Звезда», на его ресурсах. — Да, да, я буду максимально анонсировать все мероприятия. — Насколько, Алена, это вас выбьет, не знаю, из привычного ритма жизни, из привычного графика? Придется мотаться туда-сюда, да, как говорится, простым языком, на запись ездить? — Я думаю, что это классно. Пусть выбивает. — В общем, движуха такая... — Конечно. — Очень-очень замечательная. — Очень круто. — Я задвиж. — Ну что ж, поздравляем, желаем больших успехов. — Спасибо большое. — Естественно, будем болеть. — Будем голосовать, будем отправлять. — Да, заинтересовала, да, честно, эта информация. Всем рекомендую просто найти поподробнее, почитать об этом конкурсе, да. Думаю, что это не составит большого труда. Алена, удачи, не будем больше отвлекать. Всего доброго. — Хорошей дороги. — Да, хорошей дороги. — Все, спасибо. — Да, надеюсь, что и в нашей студии в скором времени тоже, да, встретимся. Алена Кошкина, вокалистка группы «Эльтанго» была с нами на связи. Ну вот, блин, вы федеральные телеканалы покоряете, да, тут этот Маргулис, проект «Звезда». — Не уезжайте от нас. — В общем, такая идет интересная-интересная тема у нас по стране. — Пока не планируем. Знаете, чем прекрасен сегодняшний мир? То, что можно жить в своем родном городе и при этом участвовать где угодно, в любых. — Конечно. — У меня есть друг, замечательный блюзовый музыкант Вова Демьянов из группы «Блюз Докторс». Он до сих пор живет в Екатеринбурге, и при этом это одна из самых раскрученных, популярных блюзовых команд не только в России, но и в Европе. И ребята туда гоняли постоянно. Я говорю, Вова, почему ты именно в Екатеринбурге, может, Москва, Питер? Он говорит, а зачем мне? У меня здесь дом, я люблю этот город. Зачем мне уезжать куда-то? Вот у меня примерно такая же история. — А сколько проектов-то за последнее время родилось прекрасных, когда музыканты находятся в разных городах? — Да, да, да. — Они репетируют онлайн, они записываются онлайн, кто-то это потом сводит, выкладывает, все это так классно, такие международные проекты. — Совершенно точно. — Замечательно. Так что расстояние и местоположение, твоя геолокация не имеет никакого значения сейчас. — Так, давайте все-таки... — Продолжим. — Да, про Адама Эвальд. Это сегодня, да, напоминаем, в клубе 12, 16 плюс возрастное ограничение. В 7 часов вечера начало этого мероприятия. Фортепиано и, собственно, вокал. — Ну, там будет фортепиано, электроника, вокал. То есть такой, по всем правилам, инди-музыки, концерт одного исполнителя. — Он, кстати, и выглядит-то как инди-музыкант. — Ну да, он совершенно прекрасно выглядит, очень стильный парень. — Да, стильный парень. — И очень красивая музыка. — Еще есть билеты, просто пространство не очень большое. — Да, билетов очень немного, но они еще есть. Так что позвоните, забронируйте себе. — Угу. — Вот. — Местечко на этом мероприятии, да? — Да-да-да. И кратко, наверное, успеем рассказать еще про одно мероприятие. — Ну вот у нас одна минута до рекламы. — В следующую среду в книжном клубе 12 выступит наш земляк, участник шоу «Голос», артист театра и кино Богдан Кияшко. Кировская публика его уже довольно хорошо знает, так что, друзья, обязательно приходите. Начало концертов в 19.00, ограничение 16+, как всегда, на эти концерты. Богдан сейчас очень активно продвигается по театральной и киноиндустрии, то есть он закончил, ой, боюсь соврать, в ГИК, по-моему, или ГИКИС, я не помню точно. — В общем, новые горизонты, да, перед ним? — Все открывается и открывается. — Что он представит? — Он представит свою сольную программу, то есть мы делали ее и в Большом зале филармонии, и на разных совершенно площадках, и даже вместе выступали. Вот, так что приходите. — Сигнализируя о том, что нам пора сейчас на небольшую рекламную паузу прерваться, Николай Донецкий, музыкант, лидер группы «Эльтанго», у нас в студии, скоро начнем задавать вопросы, ну и музыкальную композицию, хотя бы коротенькую после рекламы, обязательно Николай исполнит. Продолжается культ поход, землекопы должны копать, летчики летать, радиоведущие разговаривать, а музыканты, гитаристы, соответственно, играть. — Что ж тогда пришли-то? Играйте, пожалуйста, Николай Донецкий, музыкант, лидер группы «Эльтанго». Договорились, что сейчас будет небольшая композиция на гитаре, а затем вопросы начнем задавать. Пожалуйста, Николай. Играйте, пожалуйста, Николай. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это была песня «Колыбельная в стране птиц» Джорджа Ширинга Да-да-да, очень знакомая что-то такое Распространенная вот такая тема Основа такая достаточно Ну что, давайте озвучим Призы, которые у нас сегодня разыгрываются Светлана, пожалуйста Да, как всегда разыгрываем призы Это пригласительные билеты от кинотеатров «Дружба» и «Смена» На любой фильм и сеанс Также у нас есть пригласительные билеты В галерею «Прогресса» Там продолжается фотовыставка проекта «Первозданная Россия. Ограничение 6 плюс» И книги от магазина «Читай город» Юлия Яковлева «Нашествие. 18 плюс» Елена Бриоли «Черный как тайна, синий как смерть. 16 плюс» И Фенни Флэг «Рождество и красный кардинал. 16 плюс» Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» По адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 И по адресу Волкова, 6А Есть у нас еще пригласительные от нашего гостя Николая Донецкого Расскажите, что это будут за пригласительные Мы уже рассказали об этом мероприятии Да, о мероприятии мы рассказали Мы подарим пригласительный билет на концерт Богдана Кияшко В следующую среду, 8 февраля Книжный клуб «12», «16 плюс», начало в 19.00 Ну а теперь вопрос нашим слушателям Я думаю, что они уже на готове 211 из 101, прямой эфир Внимание! Вот смотрите, сейчас будет аудио вопрос Такого у нас еще не было Да, я сыграю фрагмент композиции А вы должны будете ее угадать И я вам дам подсказку, что это композиция группы «Эль Танго» Для фанатов «Эль Танго» То есть, да, песню авторства участников «Эль Танго» Вам нужно будет угадать Пожалуйста А я узнал Мы эту композицию уже сегодня называли Про нее говорили И даже неоднократно На квартирнике у Маргулиса эта песня, да, будет звучать? Да Да, будет? Конечно Нет, если я не прав, то сразу и говорите, что я не прав Но мне показалось Ты прав, конечно Да, прав 211 из 101 Звоните, ждем ваших ответов Необычный сегодня у нас культпоход, музыкальный Ну, кстати, у Николая есть еще и немузыкальные вопросы По крайней мере, еще один Есть еще один вопрос? Ну, конечно, да Просто сейчас нужно нам дождаться звонящего Торопитесь, угадайте Призов у нас очень много А сколько лет уже эта композиция у вас в репертуаре? Лет пять-то точно, наверное? Нет, больше семь Больше? Семь, наверное Лет семь Давайте принимаем звонок Алло, добрый день Алло А, вот вижу наш редактор Кладет трубку Передает эстафету нашему музыкорежиссеру Сейчас мы услышим Алло, добрый день Добрый Добрый, как вас зовут? Андрей Да, Андрей, простите, надо было сразу вас узнать Вы наш постоянный слушатель Ваш вариант ответа? Ну, может быть, тебе идет эта дождь? Да, совершенно верно Абсолютно верно, да Сегодня уже называли, да В культпоходе эту композицию Поздравляем вас, Андрей Традиционно право выбора за вами Номер один Ну, я нашествие возьму Нашествие Это книжка Юлии Яковлевой, да? Нашествие, 18+, роман-триллер О русской жизни 1812 года Отечественная война имеется в виду, да? Да, ограничение 18+, Хорошо, следующий вопрос от Николая Донецкого Сейчас прозвучит Времени у нас остается не так уж много Раз уж мы начали сегодняшний наш разговор Про джаз И поговорили, даже коснулись немного его истории Друзья, когда же празднуется Всемирный день джаза? Ой, точно Он был недавно Нет Он будет скоро Относительно скоро Нет, есть ведь еще день российского джаза Да, мы праздновали Столетие российского джаза Да, столетие, вернее, российского джаза А вот Всемирный день джаза Всемирный день джаза Вообще не вижу никакой проблемы Я уже гуглю, что называется Здравствуйте, вы в эфире Как вас зовут? Здравствуйте, Надежда Здравствуйте, Надежда Знаете ли вы, когда отмечают день джаза? 30 апреля Совершенно правильно Это международный Насколько я знаю 1 октября, по-моему Столетие Ну, прям В точку Да, в точку, да Поздравляем вас, действительно Международный день джаза отмечается в последний день апреля Телец получается по знаку зодиака Международный день джаза Что выбираете вы за свой правильный ответ? Билет в кино Билет в кино А в дружбу или в смену? В смену В смену, отлично Все, передаем вас нашему редактору Даже не знаю, как поступить У нас полторы минуты Успеем вопрос задать Или, может быть, музыкальные композиции завершим? Давайте завершим Еще буквально минутка у нас, да Музыки, исполнение игры на гитаре Николая Донецкого И я сразу предупрежу нашего звукорежиссера Плавно можно будет уже на музыке уводить А мы прощаемся на этом Пультпоход сегодня завершаем Мы разыграли парочку призов Проанонсировали ближайшее мероприятие Николай Донецкий Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok